Привет всем! Ну, что вам сказать? Сейчас будет новость для всех. Для всех тех, кто злорадствует. Будет очень приятная новость о том, что я снял свою кандидатуру с выборов в законодательное собрание края. Громкие, громогласные аплодисменты и хитрые улыбки. Ну, вот так получилось. Все шло как бы классно. Все документы, все запросы были вообще сделаны. Все пришло. Все было круто. Единственный момент оставался только собрать подписи. Ну, и вот по итогу... Ну, серьезно, я не собрал подписи. Столкнулся с тем, что с полным равнодушием, с полным безразличием народа к тому, что происходит вокруг. И такой вывод сделал... Ну, прям, блин, этот вывод мне дался нелегко, во-первых. Я долго думал, долго принимал решение, что и как я не мог в это поверить, да, наверное, лучше сказать. Ну, суть такова, что... Короче, вывод в том, что... В том, что сейчас происходит вокруг. Повышение налогов, повышение цен, снижение доходов населения. Что там? Ну, короче, грубо говоря, крах всему, всей экономики. Вот эта вакцинация, херация и всему тому подобное. Это заслужили люди сами. Даже не люди, население. Население заслужило само то, что сейчас происходит. Заслужило население все то свое отношение к себе от правительства, от глав городов, от глав районов, губернаторов и всему тому подобное. И я, и так говорю, с полной уверенностью, что это все заслужили. Почему? Да потому, что мы вот... Обычные примеры сидят в интернете, да, сидят, пишут, там, вот, нам нужны перемены, там, тот задолбал, тот задолбал, штаны протирает и всему тому подобное. Ну, все хорошо, как бы, да, молодцы, ребята, люди, там, как бы, готовы к переменам, готовы к изменениям. Ну, вот, дело дошло до реальных действий, и все попрятались, как мышки. Не боюсь этого слова, как мышки попрятались, да, это факт. Я начал сбор подписей, и все начали сразу вдруг же говорить же, а ты кто такой, а тебе что больше всех надо, что ты сделал, ты лезешь к кормушке, еще один там, ну, короче, всякого было. Ну, на встречные вопросы, знаете ли вы своих действующих депутатов, и их дела, что они сделали за свои пять лет в этом законодательном собрании для вашего района, идет слив тут же сразу. Ну, просто потому что люди, ну, не знают, кто даже депутат у них. Это я, вот, говорю с полной уверенностью в этом. Еще, ну, вот, просто такая дурацкая статистика, подмеченная мной, пока я ходил там по квартирам. Вот стоит дом, 200-квартирный, да, ну, в среднем по два человека живут в квартире. Из 200-квартирного дома открывают двери тебе в 40. Ну, реально, в 40 открывают. 20 готовы с тобой побеседовать, ну, выслушать тебя, кто ты такой, зачем пришел. 10 готовы тебя поддержать. Но только 5 готовы дать свои паспортные данные. А это одно из условий. Вот в подписных листах ты вносишь фамилию, имя, отчество, год рождения и серию номер паспорта. Ну, и человек уже расписывает, ставит свое число. Ну, это вот такой критерий нужен для того, чтобы действительно ли они могли проверить, есть ли такой человек на самом деле, не придумывал ли я его. Ну, там вот просто забивается, да, паспортные данные, серия номер, и проверяют. Ну, вот. Ну, и вернусь к тому, что 5 человек готовы предоставить, и только один тебе дает серию номер паспорта и ставит свою подпись. Дурацкая, нелепая статистика, но по факту. Были случаи, что даже вот просто дверь открывается, ты начинаешь говорить, что там, здравствуйте, меня зовут Павел, я вот там зарегистрировался, просто молча, бах, дверь закрывается. Ну, блин, ну, я не знаю, как бы, я честно, по первости, я прям был ошарашен этими ситуациями, то есть дверь, ты откроется, ты начинаешь, и бах, закрылась, и ты стоишь, и а что делать дальше? Ну, как бы, ладно, хрен с ним. Ну, разные моменты были. Открывает, там, народ говорит, ты начинаешь объяснять, кто ты, что ты, зачем ты, даешь свою люстовку, он смотрит на тебя, смотрит на эту люстовку, говорит, а мне пухеру, я тебя не знаю, и читать не буду, закрывай двери. Либо он берет листовку, говорит, я почитаю, я тебе наберу, либо позвоню, либо я тебя найду. Да тоже бред, ну, что за детский сад? Другой такой смешной момент был, звоню в квартиру, нет, пара моментов было. Один момент был, звонил в квартиру, слышно, что человек сидит, кушает, звоню в звонок, он бросает ложку, слышно, что идет к двери, подходит к глазку, стоит, смотрит и уходит назад. я стою и вообще для меня это как бы тут, я в негодовании. И другой буквально там прошло несколько времени, другой момент, звоню в звонок, поднимается собака, там лает у себя громкогласно, это я не знаю уж кто, ну, какая-то маленькая там, может Йорк, может Тойчик, но не суть. И вот она там тявка-тявка, такая там тяв-тяв-тяв, и слышно, и так, и рот, короче, ей заткнули просто. Вот, ну, вот такие нелепые какие-то ситуации, но вот еще раз говорю, я пришел к мнению, что народ стал ленив, равнодушен ко всему, но при этом, при этом в интернете, прям, блин, герои, очень много героев, которые кричат о том, что нужно что-то менять, нужно менять правительство, нужно менять наших губернаторов, депутатов, и все и тому подобное. Но, как дело коснулось, еще раз говорю, все спрятались как мышки вдруг сразу. И еще такой момент, ну, вот, я многим с кем не разговаривал, кому не обращался, многие отказали в помощи, как бы, там, в подписях, я не знаю причин, ну, как бы, не суть мне вообще фиолетового. Но, вот сейчас, последние дни, уже подходя к тому, что нужно сдавать подписи, да, я как бы хожу, и у меня их крайне мало, и я понимаю, что, ну, не придется сниматься, либо сдавать подписи, и тебя, чтобы официально сняли, либо писать бумагу о том, чтобы меня снимали с регистрации. И я всем говорю просто, ну, раз вы так, раз вы так поступаете, да, как бы, то, в следующий раз, когда будете говорить о том, что что-то, что-то вас не устраивает, что-то не так вокруг происходит, там, поднимаются цены, зарплаты маленькие, и вас жмут со всех сторон, при таких словах, я буду просто посылать открыто нахер, ну, вот, серьезно, как бы, без обид, без всего, просто, ну, реально, потому что, ну, еще раз говорю, мнение такое, что, значит, народ все устраивает, все хорошо у них в жизни, и нехер трясти воздух, это вот, чисто лично, мое мнение, ну, а тем, кто оказал помощь, причем люди, вообще, для меня было приятное удивление, что люди, вообще, со стороны, никогда мы с ними не общались, ни о чем не разговаривали, там, где-то, зацепились словами в каких-то чатах, трах-бах, и люди, люди со стороны, пришли к тебе на помощь, и, по крайней мере, хотя бы попробовали, попытались тебе помочь, но, ладно, ну, как бы, значит, так Богу угодно, как это говорится, мы предполагаем, а Господь располагает, ну, и еще такой ответ, вот этим хейтерам, всем, которые, я там был размещен, я выставлял свою программу, свою листовку с программой, то, с чем я иду, и законодательное собрание, многие писали, эти хейтеры, ой, да что ты сможешь, один, да, ну, и все такое, типа, ты даже подпись не можешь собрать, я таким людям отвечал, и буду отвечать, и, по крайней мере, я попробовал, а не сидел на диване, и думал, а может ли, а может быть, не ли, я использовал шансы, предоставленные мне, да, не получилось собрать, и, как бы, ну, честно, я в этом случае, очень, как бы, жалею, что не получилось, но, еще раз говорю, значит, так бы, скоро угодно, и я не буду сидеть, через пять лет, и думать, а если бы я попробовал, чтобы получилось, я попробовал, и я знаю, на что я способен, так что, двигаемся дальше, не расстраиваемся, всем респект, всем уважение, всем жму руку, кто оказался рядом, кто поддержал, кто даже на расстоянии, выказал слова поддержки, это прям, ну, сильно чувствовалось, кто поддерживал, короче, пусть полтора месяца, два, да, это было, ну, такое время, это опыт, теперь я знаю, дальше, что нужно, и как подвести себя, всем удачи, и как подвести себя,